В информационном агентстве Татар Информ состоялась пресс-конференция, посвященная особенностям зимы, на фоне потепления климата. Эксперт Казанского федерального университета рассказал, что температура среднегодовая повысилась на полтора градуса за последние десятилетия, благодаря влиянию атлантических циклонов. Атлантика – это температура поверхности океана и циркуляция. Там есть фаза, 60-летние циклы. Получается так, что северное полушарие находится очень сильно, под сильным влиянием Атлантического океана. Просто идет процесс, по сути дела, синхронный. Кроме того, климатолог объяснил, почему в мире происходит глобальное потепление. Получается так, под 40% зимой обеспечивается повышение температуры глобальным фактором, а остальные циркуляции местные. В летний период, даже когда радиационный режим очень сильно развит, солнца много, парниковый эффект менее заметен, антропоген менее заметен. Поэтому там даже процентов по 30 всего лишь влияние глобального фактора, основной все-таки другой. По предварительному прогнозу Гидрометцента, 31 декабря Татарстан окажется в передней части активного северо-западного циклона. В результате чего выпадут осадки в виде снега, а также ожидается метель. В канун как раз Нового года у нас давление понизится, заметно понизится, и все-таки будет выпадение снега. Перед самым Новым годом должно быть повышение температуры, ну а затем некоторые понижения, тем самым как бы это есть условия сохранения снежного покрова. Положительная аномалия с вероятностью в 70% сохранится и в январе. Это значит, что холодным он скорее всего тоже не будет, как и февраль. Но в плане осадков к концу зимы выпадет 40-50 сантиметров снега, что в пределах нормы. Ильвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюс.